Сегодня, как я уже сказал, мы будем учить выходы, но перед этим, естественно, надо размяться. Кто хочет посмотреть, как я разминаюсь перед тренировкой, здесь будет ссылочка на видео. Я уже правил основную суставную разминку, чтобы разогреться. И теперь мы переходим к первому упражнению, отжимания от пола, для того, чтобы прогреть все необходимые мышцы. Поскольку в прошлый раз я очень легко сделал отжимания от низкой перекладины, вот прямо они в лед ушли, то сегодня я буду отжиматься на брусьях, которые находятся за мной, для того, чтобы максимально глубоко опускаться. Та же самая схема, 10, 20, 30, 40, 50, минута 2, 3, 4 отдыха между ними, и это то, что нас разогреет. Так, после разминочки, после отжиманий, может было сразу перейти к выходам. Я сейчас чуть позже к ним перейду, но перед этим надо зафиксировать виз, посмотреть прогресс за недельку. Я недельку тренил виз. Посмотрим, поднялся ли я до четвертого этапа по своей схеме в 5 шагов по изучению виза. И сейчас увидим. С визом есть прогресс. Спасибо всем, кто посмотрел предыдущее видео и пожелал мне успехов. Видимо, благодаря этому я смог подняться с третьего шага на четвертый. И я думаю, что уже к концу мая буду держать нормально виз прямые руки, две прямые ноги, и все будет здорово. Ну а сегодня, как я уже и сказал, мы будем учить выходы силой. Пришло время научиться делать выходы силой на две четко. Итак, ну вроде бы выходы у меня получаются, поэтому в этом упражнении я могу с вами поделиться своим опытом. И первое, чему вы должны научиться, когда речь доходит о выходах сил на две, это про вороты кисти. То есть очень... момент, о котором очень многие забывают, о котором многие не знают, когда учат выход силой, это то, что вот вы потягиваете с собой, затем вы должны провернуть кисть вокруг перекладины. Если вы ее не провернете, вы не сможете сделать выход силой. Вы просто высоко подтянетесь и останетесь там наверху, и все, и упадете вниз. Так, если у вас возникает такая проблема, научиться нужно проворачивать кисть. Что для этого нужно сделать? Нужно найти небольшой турник, вот примерно такой, высоты. Чтобы, ну, он был где-то так или так. В общем, в чем суть? Вы будете тренировать проворот. Для этого находит турник. Запрыгиваете на него, проворачиваете кисть. Две сразу. Запрыгнули, провернули, спрыгнули, запрыгнули, спрыгнули, запрыгнули. Выглядит это вот так примерно. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, и вот это упражнение вам нужно отрабатывать как можно больше, там, может быть, раз по 20, по 30, по 40 за тренировку, чтобы наработать технику именно, наработать этот переворот, прокручивание руки, чтобы вы понимали, как это происходит. Чтобы это было естественно. Дальше останется только наработать силу, наработать взрывное подтягивание, чтобы вы вылетали достаточно высоко для того, чтобы сделать выход. И одним из лучших упражнений для этого будут подтягивания нейтральным хватом. Потому что нейтральный хват – это именно подтягивание для спины. И в отличие от подтягивания прямым хватом, вам будет проще понять, что такое вот максимальный рывок, как сделать максимальный рывок и уйти максимально высоко. Ну, по крайней мере, мне помогло, наверное, вам тоже поможет. Поэтому, мне так кажется, выглядит подтягивание это следующим образом. Ваша задача – потянуться как можно ниже, в идеале, там, до низа живота вообще. Итак, эти два упражнения – это единственное, по сути, что вам нужно делать для выхода в силу, чтобы их научиться. То есть, первое – это вам нужно максимально высоко потянуться. И второй момент – вам нужно провернуть кисти. Если вы высоко потягиваетесь, но почему-то выход не получается, посмотрите, получает ли у вас проворачивать кисти. Вы видели, я делал выходы в перчатках, потому что в такую вот погоду, солнечную, да, очень солнце слепит, особенно днем, турники имеют два состояния. Либо они липкие, и вот вы положили руку, и все, она прилипла, никуда не проворачивается, просто срываете мозоли. Либо ваша рука уже вспотела, и тогда все проворачивается очень сильно, нет контроля. Поэтому я делаю выходы в перчатках. Они защищают от мозолей, при этом обеспечивают достаточно такой проскальзывающий хват. То есть, выход делать в них отлично. Если же у вас недостаточно высокие потягивания, тренируйте именно их. Старайтесь подтянуться как можно выше. Старайтесь опустить турник перед собой как можно ниже. Рекомендую делать это на рукоходе, чтобы у вас был нейтральный хват. Но также можете тренироваться и на обычной перекладине, опуская его перед собой. Вот один еще важный совет, ключевой для выхода силой. Опускайте турник перед собой. Не старайтесь подтянуться к нему, многие сделают это ошибку. Опускайте его перед собой. Ваша задача опустить турник перед собой, и выход получится. Все, никаких больше сложностей с этим не будет. И не ожидайте, что это получится за пару недель. Потому что некоторые в комментариях к предыдущем видео написали, мол, тренирую выход уже две недели. И он что-то не получается, естественно, он не получается. Требуется гораздо больше времени, чтобы научиться делать выход. Дальше, какой момент про локти. Возможно, у вас будут болеть локти. Именно в тот момент, когда вы максимально высоко потянулись, и пытаетесь довернуть. Пытаетесь довернуть. Практически получается статическая нагрузка. Вы преодолеваете статическое сопротивление, чтобы перевернуть руки. И это идет как раз нагрузка не столько на мышцы, сколько на связки, на стуккожилие. Это нормально. С этим сталкиваются абсолютно все. И через этот этап нужно пройти, если вы пытаетесь научиться выхода до того, как ваша сила спины, сила рук позволяет вам достаточно высоко потянуться, чтобы сделать проворот частей. Так же, ничего страшного нет. Главное, главное, всегда опускайтесь медленно. Если вот вы провисели, постарались перевернуть локти, не получилось, чувствуете их напряжение, опускайтесь медленно, надо спрыгивать, если вы не хотите получить травму. Ну и мой же совет, если бы я сейчас учился бы с нуля выхода, я бы все-таки учил высокие потяги. Чтобы вот в момент проворота он получался автоматически, а не так, что вот я потянулся, затем пытаюсь довернуть там что-то сделать. Вот. Вот какие-то такие советы у меня по выходам. Даже не знаю, что еще сказать. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Отвечу либо в этом видео, в комментариях, либо к следующим в конце видео. Отвечу на все ваши вопросы и... Ладно, ребят. Какие могу дать советы у выхода на две? Хороший совет это делать... Если вы хотите делать хороший выход на две, вам нужно научиться хотя бы один раз делать медленный выход на две. То есть есть такое упражнение, вы берете какую-то перекладину, висните с руками, вот тут стоящая у меня перекладина, висните, закручив кисти и пытаетесь сильно перейти, выйти на выход. Это очень хорошее упражнение, оно тренирует сухожилия, вот эти вот локтевые. Это очень неприятное упражнение, его нужно делать по ощущениям, то есть не каждый день, может через день, может через два дня, может там через неделю, зависит какие у вас ощущения в локтях и кистях. Также, чтобы уметь хорошо делать выходы, нужно хотя бы раз в двадцать подтягиваться. Двадцать раз подтягиваться, и вам более чем будет достаточных сил, чтобы делать выходы на две. Также я советую вам делать обратный выход на две, вот когда вы забираетесь на перекладину, на перекладину забираетесь, и как бы с верхнего положения вы опускаетесь как можно медленнее в положение подтягивания. Причем, самая главная фаза, это вот когда у вас вот грудь, вы перекладину, и вы вот именно переход вот этих локтей, сверху вниз, вот эта фаза вам нужно как можно медленнее отработать. То есть прям вообще в идеале нужно очень медленнее, и оставаться уже после вот этого перехода на уровне шеи, с этого уже опускаться. Тоже очень хорошее упражнение, также высокие подтягивания вам помогут, очень сильные. И все, побольше попыток, побольше желания, терпения, и удачи в тренировках. Удачи, наконец-то. Так, друзья, и в конце видео у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я открыл как раз специальный ютубчик, чтобы прочитать ваши вопросы и записать на них ответы. И сейчас я его случайно закрыл, поэтому немножко надо вам подождать. Извините. Итак, комментарии. Давайте откроем комментарии. Что нам пишут? Когда нужно есть после тренировки? Когда пришел домой. Тогда и ешь. На тренировке в конце тренинга можно съесть банан, он установит энергию быстренько и даст тебе силу добраться домой. Так, дальше вопрос. Подойдет ли для прокачки пресса обычная планка на локтях? Подойдет ли прокачка пресса в обычной планке на локтях для переднего виса? Нет, не подойдет. Это слишком низкоинтенсивное упражнение, которое даже близко по нагрузке не сравнится с той нагрузкой, которую ваш пресс, ваши мышцы кора испытывают в переднем виске, поэтому нет. Когда обучалка Сане по флажку выйдет? Сань, когда твоя обучалка по флажку выйдет? Не скоро, ребят. Но мы постараемся, чтобы летом она вышла. Летом, летом. Так, будет ли польза, если пробовать вис каждый день? Кто-то говорит, будет, кто-то говорит, что не будет. Я больше верю в тренировки 2-3 раза в неделю на убойной, чтобы ты потом несколько дней восстанавливался, и мне кажется, это дает больше результата. Где можно найти эти ваши проги и уровни по переднему вису? Мою схему 5 шагов по изучению всех продвинутых элементов нигде не найти, ее надо написать. Программу Сани по переднему вису можете найти у нас на канале. Это самый топовый видос, у нее там типа 300 тысяч просмотров. Его легко найти, он как раз в самом верху. Так, хотел спросить, развивают ли элементы все другие недостающие мышцы, которые не тренируются на турнике и брусьях? Не очень понимаю вопрос. В принципе, все элементы это те же самые упражнения, просто более сложные их версии. Все строится на анатомии, физике и нагрузке. Ничего нового здесь нет. То есть, если у вас есть сила мышц, вы делаете элемент. Нет силы мышц, вы его не делаете. Как бы ничего нового здесь нет. Почему вы вообще не трените с дополнительным весом? Основная причина в том, что мы тренируемся на улице. То есть, если бы мы захотели тренироваться с весом регулярно, нам бы пришлось таскать гирю весом 16 и более килограмм. Потому что 16 это вот еще такой самый легкий вес, который ты начинаешь чувствовать. До 16 килограмм ты вообще не ощущаешь. И разницы в нагрузке для нас лично вообще никакой нет. То есть, что с 0, что с 8 килограмм подтягиваться, отжимать на брусьях. В количестве даже не меняется. А это не очень удобно таскать с собой постоянно гирю. Вот. Это основной момент. Второй момент. Нам не так нравится тренироваться с весом. То есть, нам интереснее придумать какие-то более сложные варианты упражнений. Ну, вот те же подтягивания, да, если взять, ты можешь делать подтягивания с дополнительным весом. Ты можешь повесить там 8-10 килограмм. Либо можешь начать делать подтягивания выше. То есть, если ты обычно делаешь до подбородка, ты можешь начать их делать до живота. И у тебя точно так же упадет количество подтягиваний, точно так же возрастет их интенсивность. Точно так же увеличится нагрузка на твои мышцы. Но тебе не надо будет таскать с собой гирю. И, соответственно, это гораздо удобнее, потому что ты можешь где угодно тренироваться. Вот. Вот это основные моменты. В то же время, наверное, мы летом снимем видос, как тренинг с напарником, чтобы создавать дополнительную нагрузку в базовых упражнениях. Должно получиться прикольно. Но это все в разряде мыслей. Может, будет, может, не будет. Я не знаю. Так. Антон, ты мостик делаешь? Да, я делаю мостик. Будем ли мы снимать подтягивания? Будем ли мы снимать... Будем ли мы снимать видео про базу? Например, 30 подтягиваний, 50 отбросек? Обязательно, обязательно. Может быть, после всех элементов. Может быть, разобьем и в середине элементов ставим базу, тренировку. По настроению. Обязаловки здесь никакой нет, поэтому мне сложно сказать, что будет дальше. Так. Можно ссылочку на 5 шагов в изучении переднего виса? Ее нет. Если бы она была, я бы ее обязательно опубликовал. Но такой ссылочки нет. Пока что я не написал эту статью, поэтому смотрите видео. И следить за обновлением я надеюсь ее написать скоро. Так, патриоты будут выходить? Нет, патриоты как минимум до конца всей серии уличных тренировок. То есть пока мы натянем 10 упражнений продвинутых. И базу, и еще несколько видосов про секретные уличные техники. Патриоты выходить не будут, к сожалению. Но вот, пока нет желания их снимать. Так. Сейчас еще загрузятся комменты. Поводичек принесет. Саш, ну давай, поймай нячек. Ребята, где эта площадка в Питере? Эта площадка в Москве, а не Питере. В парке Победы находится она, поэтому... Вот. Хочу спросить, почему никак не получается выходы силой? Вот в тренировке болят связки левой руки локтя, кто сталкивался с такой проблемой? Я надеюсь, что в видео, которое ты только что посмотрел, ответь тебе на вопрос, почему у тебя не получаются выходы силой, что нужно делать, чтобы они получились, и также почему болят связки, и что нужно делать, чтобы они не болели. Вот. Это все вопросы, которые были под этим видео. Наверное, в следующий раз пишите в скобочках перед своим вопросом вопрос для видоса, чтобы именно те вопросы, которые вы хотите, чтобы я озвучил в конце видео, я вот оттуда брал. А если вы хотите просто задать вопрос по видосу и получить ответ в комментариях, то не пишите это в скобочках, и я просто отвечу. Наверное, как-то так. Вот. Что, потренили сегодня выходы немножко. Как видите, прогресс виси тоже есть. В следующий раз, я думаю, что мы будем снимать, что стойку на руках.